так друзья всем привет в этом видео в общем продолжают тему бойлера и в этом видео я буду делать специальное усиленное крепление для того чтобы повесить бойлер на стену из позагребневых плит как вы помните в прошлом видео я вам показывал как ненадежно висит бойлер как он висит неуверенно на креплениях которые были установлены на позагребневые плиты ну и естественно вероятность того что он свалился из этой стены была велика поэтому сейчас мне нужно будет сделать такое крепление чтобы бойлер висел надежно долго и никуда с этого места больше не свалился поэтому сейчас в общем я буду делать а вы смотрите как это будет происходить и может кому-то поможет такое крепление как если вы вдруг задумаете тоже повесить бойлер на позагребневые плиты надежно надолго навсегда ну что ж я тогда начинаю а вы смотрите поехали в общем высота более у нас 88 сантиметров поэтому берем брусок отрезаем размер 90 сантиметров ну берем чуть запасным потому что все равно до края бойлера он у нас не достанет и теперь нам нужно просверлить в местах там где будет у нас устанавливаться крепление это будут болты которые я буду крепить насквозь с обратной стороны для того чтобы было больше площадь усиления и бойлер держался на нем жестко в общем сейчас нужно отмерить нужное расстояние нужную высоту и просверлить по два отверстия на каждом русске и так высота крепления от верхней части бойлера до верхней границы кронштейна составляет 19 62 сантиметра поэтому сейчас мне нужно на этом бруске отметить это расстояние плюс 10 сантиметров потому что мы от потолка спустим более на 10 сантиметров а эти бруски будут упираться точно в потолок поэтому размер у нас должен быть 29 и 72 находим центр отверстия это три сантиметра так главный момент это ответь отметить стрелочкой вверх где у нас верхняя часть а то можно перепутать вот и теперь вот этих вот отметках нам нужно просверлить отверстие так я сверло нашел на 10 миллиметров на этом будем сверлить и и так далее берем болты м10 длиной 80 миллиметров а также у нас есть еще гайки 10 миллиметров четыре штуки 8 и шайбы тоже 10 миллиметров их пока не надо берем болт далее берем шайбу берем гайку других гаек не нашлось буду устанавливать такие и зажимаем и так затянули с обратной стороны болт у нас вдавился в брусок это нормально зато с этой стороны теперь меньше он будет мешаться и в общем проделаем эту процедуру со всеми другими отверстиями делаем точно так же повторяем один в один ну и после я вам покажу что нужно делать дальше далее после того как мы уже закрутили четыре болта нам нужно сделать еще одно действие это сделать и закрутить еще одну гайку которая будет являться держателем нашего кронштейна на бойлере в общем оставляем где-то миллиметра три зазора этого достаточно мы туда прямо оденем бойлер вот в этот промежуток в этот промежуток мы оденем бойлер и уже будет неподвижно сидеть на этом креплении в общем закручиваем и сейчас болгарочкой подрезаем лишнее теперь нашу заготовку мы примеряем на место где он будет находиться так как видим он встал ровно вот так как принципе и должен был встать вот в общем крепление вот эти вот гайки они сейчас захватили за кронштейн и держит бойлер вот здесь и вот здесь и люфта у нас практически никакого нет ну то есть все будет сидеть надежно уверенно плотно так ну теперь наша задача закрепить вот этот самый брусок с нашими импровизированными креплениями на стене то есть вон там но естественно вот эта толщина нам не позволительная поэтому мы будем еще этот брусок притапливать прямо в стену вот эти две отметины которые мне сейчас нужно будет вырезать и поместить туда эти два бруска я думаю вы поняли как я их сделал взял расстояние от профиля до профиля центр и от центра уже отошел на одинаковое расстояние как у нас расположены крепления бойлера и поэтому отметкам я уже прочертил с помощью бруска нужный размер и теперь я его буду вырезать ну что ж друзья работа продолжается сделал я две канавки отверстия куда сейчас буду помещать бруски на которых у меня сделаны заготовки а вот этот мусор который у меня вышел из стены где я делал демонтаж теперь нам нужно примерить как это у нас получилось и что нам делать дальше берем брусок нашу заготовку вот так в общем первая заготовка у нас вошла идеально вот она ну мы ее сделаем заподлицо с этой стеной чтобы она лишнего здесь не выпирала и все у нас будет четко еще раз попробуем так так нет что-то мешает ну не все бывает идеально с первого раза но мы к этому стремимся напоминаем стрелочка вверх чтобы не путать лицевую сторону и изнаночную и также чтобы направление у нас всегда в обоих плоскостях было одинаково а пока на примере расскажу как мы поступаем дальше в общем к этой заготовке сейчас мы прикручиваем 4 уголка в этих где-то местах для того чтобы зафиксировать к стене наш брусок но не думайте это не окончательно так что дождитесь окончания видео и вы все сами узнаете и поймете пока нам нужно закрепить уголки на этом бруске вот такие вот уголки размер 50 на 50 ширина 35 толщина металла 18 миллиметров буду я использовать для того чтобы закрепить эти бруски сделал вот отметки вот черточка здесь черточка снизу эти отметки я взял неспроста чуть позже покажу почему именно здесь я сделал эти отметки и теперь приставляя вот так вот таким вот образом крепим крепим его с помощью саморезов я буду использовать саморезы по металлу потому что в данном случае других у меня просто нет первая заготовка готова то же самое проделываем и со второй вот так вот выглядит она сейчас и теперь когда наши две заготовочки установлены на свои места вот так это сейчас будет выглядеть объясняю почему я выбрал именно вот эту вот это место куда установить уголки и обратите внимание здесь находится стык между двух позагребневых плит и здесь получается самое плотное самое жесткое место куда я могу закрутить саморезы поэтому я выбрал именно эти места куда я буду сейчас вкручивать саморезы для того чтобы зафиксировать на нужной высоте два бруска с установленными креплениями для бойлера ну и конечно перед окончательным монтажом не забываем все это проверить лазерным уровнем чтобы соответствовало все одному уровню и бойлер у нас висел ровно как ему и полагается наживило несколько саморезов наше крепление и сразу же решил испытать как будет на этом всем висеть бойлер ну как видим он висит нормально но естественно пока он пустой и четырех восьми саморезов ему достаточно для того чтобы ну спокойно висеть на стене ну и когда уже в нем появится вода этого естественно будет недостаточно поэтому нам нужно будет его усилить и сейчас я как раз буду этим заниматься докручу оставшиеся саморезы в оставшиеся отверстия и займусь усилением этой конструкции еще более плотно хотя если посудить этих креплений достаточно будет для того чтобы удержать бойлер но мы все таки не будем рисковать и экспериментировать а сделаем дополнительное усиление которое уже наверняка удержит бойлер и и не даст ему свалиться со стены переходим к окончательному монтажу нашего крепления далее берем в общем два бруска такой же размер 60 на 40 длиной 50 сантиметров делаем отверстие на расстоянии по 10 сантиметров с каждой стороны по центру и теперь крепим вот эти два бруска в местах где у нас идут сопрокосновения с нашими заготовками то есть на потолок вот таким вот образом мы должны будем закрепить их на потолке на анкер болт ну что ж теперь завершающий этап крутим уголок в верхний брусок и в боковой и тем самым мы скрепляем эти два бруска вместе и теперь у нас будет дополнительное усиление с потолка и со стены и бойлер который будет висеть на этих креплениях уже явно никуда не сорвется последний штрих нашего крепления так ну что ж друзья вот так в общем завершил я это видео по изготовлению нехитрого крепления для бойлера с помощью брусков уголков болтов ну и всего подобного для того чтобы закрепить этот бойлер на гипсовой стене и чтобы в будущем он с этой стены просто не упал вот такой вот способ крепления вот такой вот способ изготовления кронштейна для бойлера весом более 100 килограмм размер литраж этого бойлера 80 литров это крепление я как бы изобрел и придумал сам потому что заказчик попросил меня сделать надежное крепление чтобы в будущем оно не подвело и выдержало вес бойлера ну вот в общем с задачей я своей справился и вам сделал такое вот небольшое видео чтобы вы знали на будущее что можно вот таким вот образом изготовить специальные крепления для бойлера надеюсь это все было для вас полезно и на этом я заканчиваю свое видео с вами был как всегда Ленар на канале перестройка 116 и увидимся на новых видео всем пока пока поцелем кто а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok